Инвалидная коляска, паркет и ритмы вальса. Нет, эти ребята с ограниченными возможностями здоровья пришли не посмотреть на спортсменов-танцоров. Они сами могут дать фору любому. Сегодня танцоров-колясочников в набережных Челнах восемь. Преградой к такому увлечению для юных спортсменов зачастую становится не здоровье, а сами коляски. Для спорта они должны быть специальные, облегченные. На покупку требуются деньги, но эту проблему удалось сдвинуть с мертвой точки. Сейчас ребята уже намного увереннее чувствуют себя на паркете. Все благодаря постоянным тренировкам. Но и на первом, пока единственном в своем выступлении в рамках большого вальса в грязь лицом не ударили. Хоть и танцевали тогда и на тяжелых колясках. Новые же открыли для них совершенно другой мир танцев. С новыми колясками, новые возможности для тела. Коляска сама идет. Ты только даешь ей направление, она идет уже сама. И поэтому уже возможности больше и красочнее получается все это. Гульна Асакбашева в танцах не новичок. В жизни до инвалидного кресла она ими занималась и навыки не позабыла. Ее движение отточено, спина всегда прямая и держится она как профессионал. Даже на тренировках улыбка не сходит с лица. А это одно из основных правил большого спорта. И дома тоже бывает. Потанцую. Там немножко. Как бы все нравится. И как бы инструкторы тоже хорошие. Все хорошо объясняют. И все понятно. Ребята довольны своими партнерами и инструкторами. Но последних на всех не хватает. К тому же проводят тренировки они на добровольных началах. Денег за это они не берут. Ребята посвящают этому просто часть своего свободного времени. Ну на самом деле им нравится этим заниматься. Потому что они видят насколько... То есть есть отдача от учеников. Насколько могут быть ребята преданы. Они приезжают, они никогда не опаздывают. Да и тренеры довольны своими подопечными. Несмотря на трудности, они не пропускают занятия без уважительных причин. Хоть и совмещают учебу в вузах, свои тренировки и соревнования. Ну когда приходишь и видишь этих ребят, они так же улыбаются, так же. И ты не забываешь, что они на самом деле инвалиды и не могут ходить. Кажется, что вот они часто занимаются, встанут и дальше пойдут. А помимо трудностей бывает очень мало. Ну там по ногам проедут. И в основном. И бывает тяжело как бы вести коляску. И действительно, оттоптанные ноги – капля в море проблем. Например, чтобы добраться до танцевального зала, ребятам необходимо преодолеть два этажа ступенек. Внутри ГЦДТ, пандусов или лифтов нет. Поэтому и здесь без помощи инструкторов не обойтись. Но зато очень скоро все ребята будут танцевать в специальных колясках. Сейчас пока только половина имеет такую возможность. Городу выделяется 90 миллионов рублей. И вот в рамках этой же программы, так же в дальнейшем будем закупать эти коляски. И практически все желающие наши ребята с ограниченными физическими возможностями могут заниматься спортивными бальными танцами. По словам тренера, к соревнованиям уже готова одна пара. Но чтобы выступить, нужны деньги, которых пока нет. А это участие могло бы стать прорывом в развитии адаптивного спорта в набережных Челнах. Но ни спортсмены, ни руководители не опускают рук. Впереди грандиозные планы. Как минимум стать чемпионами России. А также взять золото на параолимпийских играх. Елена Портнова, Андрей Баслаков, РЕН-ТВ, Набережная, Челны.